Пятница, середина дня. Семья идет кататься на ватрушке и вроде ничего не предовещает. Как откуда ни возьмись, на мужчину нападает пес. Чуть приглядевшись, очевидцы подметили, что это не просто собака бродячая, это ведь дикий волк. Животное побежало к детям. На их защиту моментально встал отец. Сначала зверь покушался на младшую сестренку. Она поползла к нам. Волк за ней побежал. Потом папа начал преграждать путь волку руками. Сообщает дочь пострадавшего мужчина. Я прекрасно понимаю реакцию мужчины, собственно, который пострадал. Он увидел своих детей рядом большого пса и отреагировал, как любой взрослый мужчина. Полез разнимать. А пес воспринял это как агрессию. И поэтому укусил его за руку. Простояв в страхе около 40 минут, семье удалось отогнать собаку с помощью сторожей катакного зоопарка, из вольера которого пес избежал. Пострадавшего немедленно доставили в травмпункт. Проводится проверка соблюдения законодательства о животном мире, об ответственном обращении с животными, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к установленным законам ответственности. Сегодня вольф, поскуливая, бегает по вольеру, завидев людей, радуется, виляет хвостом. Чешский волчак. Название породы говорит само за себя. Его действительно легко спутать с диким хищником. Пес живет в парке давно. Собака чипирована и привита. Предположительно, перемахнуть через вольер волчагу помогла зима. Навалил снег, образовалась небольшая горка, по которой любопытное животное и выбралось из зоопарка. В связи с указанными обстоятельствами прокуратура Ленинского района города Ульяновска проверяется исполнение должностными лицами центра реабитации животных, законодательства, сферы деятельности частных зоопарков и иных соответствующих профильных учреждений. Вольер с псом оснащен всем необходимым, что нужно животному. Сено под крышей, собственная будка и достаточное пространство. Пес бодрый, адекватный. Он к детям полез из-за того, что увидел детей. Кто у нас был, видели, когда с детьми подходили к вольере. Он скулил, бегал, прыгал, хвостом вилял. У него наветит такая реакция. При этом очевидно, что реакция отца обоснована. Кто знает, что у звери на уме. Вины свои владельцы зоопарка не отрицают и готовы понести ответственность и возместить ущерб.